Что народы Объединённых Наций вновь утвердили в Уставе свою веру в основные права человека и в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе Принимая во внимание, что Организация Объединённых Наций во всеобщей декларации прав человека провозгласила, что каждый человек должен обладать всеми указанными в ней правами и свободами, без какого бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение Восхождение, имущественное положение, рождение или иное обстоятельство Принимая во внимание, что ребёнок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, когда, так и после рождения Принимая во внимание, что необходимость в такой специальной охране была указана в Женевской декларации прав ребёнка 1924 года и признана во всеобщей декларации прав человека, а также в уставах специализированных учреждений и международных организаций, занимающихся вопросами благополучия детей Принимая во внимание, что человечество обязано давать ребёнку лучшее, что оно имеет Генеральная Ассамблея Провозглашает настоящую декларацию прав ребёнка с целью обеспечить детям счастливое детство и пользование На их собственное благо и на благо общества, правами и свободами, которые здесь предусмотрены, и призывает родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, а также добровольные организации, местные власти и национальные правительства к тому Чтобы они признали и старались соблюдать эти права путём законодательных и других мер, постепенно принимаемых в соответствии со следующими принципами Принцип 1 Ребёнку должны принадлежать все указанные в настоящей декларации права Эти права должны признаваться за всеми детьми без всяких исключений и без различия или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребёнка или его семьи Принцип 2 Ребёнку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путём и в условиях свободы и достоинства При издании с этой целью законов главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребёнка Принцип 3 Ребёнку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство Принцип 4 Ребёнок должен пользоваться благами социального обеспечения Ему должно принадлежать право на здоровый рост и развитие С этой целью специальный уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая надлежащий дородовый и послеродовой уход Ребёнку должно принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлечение и медицинское обслуживание Принцип 5 Ребёнку, который является неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении, должны обеспечиваться специальный режим, образование и забота, необходимые ввиду его особого состояния Принцип 6 Ребёнок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности Малолетний ребёнок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью На обществе и на органах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей Принцип 7 Ребёнок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на начальных стадиях Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы, на основе равенства возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества Наилучшее обеспечение интересов ребёнка должно быть руководящим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование и обучение Эта ответственность лежит прежде всего на его родителях Ребёнку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием Общество и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права Принцип 8 Ребёнок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь Принцип 9 Ребёнок должен быть защищён от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации Он не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме Ребёнок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума Ему ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или занятия, которые были бы вредны для его здоровья или образования или препятствовали его физическому, умственному или нравственному развитию Принцип 10 Ребёнок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму дискриминации Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и способности должны посвящаться служению на пользу других людей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова